на сегодняшнем спиктоке. Поприветствую вас на сегодняшнем спиктоке, который у нас позвящен в направлении подготовки, регистратору, ветеринарно-санитарной экспертизы в направлении подготовки 36.04.01. Сегодня я буду вашим спикером в этом спиктоке. Зовут меня Станислав Менадьевич. Я играю доцент портальных, практически надо оценить аграрную технологическую структуру. Смотрите, пожалуйста, сейчас на экране у вас должны появиться ваши контакты и платку для того, чтобы вы могли это посмотреть на экран. Там есть все необходимые связи на институте. И вы видите на экране мой контактный телефон. и мой e-mail, по которому вы можете мне написать и задавать какие-то интересующие вас вопросы. Значит, программа ветеринарно-санитарная экспертиза, она реализуется у нас, как мы уже говорим, в Департаменте ветеринарной медицины программы технологической системы и системы. Находится он по адресу улицы Миклуха, Маклайда, на 8. Также вы видите телефон, сайт, инстаграм, директор нашего института ветеринарных наук, профессор Ватников, Дмитрий Анатольевич, и здесь на всякий случай даны вам контактные данные. И в институте, как наше здание, целое здание придено в наш институт, для того, чтобы мы могли запустить различные программы, в том числе и департамент ветеринарной медицины проводит подготовку специалистов высшей квалификации на уровне международных стандартов. Мы стремимся воспитывать мировую медику в базе нашего института, нашего университета, и у нас это очень хорошо получается. Дипломы выдаются обществу образца, называются они в окончании института, который не будет требовать перевода и устройства на работу и зарубежную работу. Также на базе аграрно-технологического института осуществляются академические дипломы, как профессорские, ученические студенческие составы, приезжают, читают зарубежные специалисты, наши студенты выезжают зарубежно. Причем происходят вот такие вот эпидемиологические изменения в рамках образовательного нашего процесса. У нас интернациональный состав учебной группы, описательный в магистратуре, присутствуют студенты из других стран. И это позволяет вам уже выстраивать собственные институты, профессиональные народные контакты в университете. Ваши коллеги, которые здесь у нас отучатся и, возможно, уедут работать за рубеж, они же останутся вашими друзьями и вашими коллегами там за рубежом. Вы будете вместе развиваться, и это позволит вам расширить, видеть общую картину в вашей новости деятельности и иметь полезные контакты. Обучение у нас очень интерактивное в последнем составе, очень высокотехнологичное, применяются технологии дистанционного образования, широко используются электронные библиотечные системы, у нас замечательные компьютерные классы, и это направление развивается. И благодаря этому вот один из плюсов такой высокой технологичности, то, что во время пандемии, пока все находились на домашнем обучении, на дистанционном обучении, Российский университет группы народов и наш департамент, в том числе, смогли продолжить образовательный процесс, смогли продолжить, потому что у нас все учебники находятся в электронном виде для наших студентов. У нас есть очень хорошая образовательная система, сомнная учебник, сомнная система, сомнная система, сомнная система. Благодаря этой системе студентов имеют доступ ко всем материалам, которые у нас есть, ко всем лабораторным, коллекционным материалам, учебным климам. Это позволяет вести занятия даже в самых сложных людях ситуациях, да, даже находясь где-то, вы все равно можете продолжать свое обучение, не открываться. И надо отметить, что все материалы для вас являются доступными и будут являться в случае доступа в администрации. Значит, эффект на прогулке будет у нас изменяться. Мы пользуемся такими, значит, программами для удаленного образования, как это СУК-ТИМС. Она позволяет вести занятия дистанционно, как сегодня мы видим сегодня через удаленную платформу наш вебинар, наш вебинар, вот, точно так же мы можем проводить двустороннюю связь, вы можете отвечать, вы сможете в чате, вы сможете писать свои вопросы в чате, да, и выполнять какие-то работы на семинаре, без ущерба для образования. То есть у нас очень высокое обучение. Ну и, конечно, наш институт предлагает большие программы, значит, большое количество программ для того, чтобы пройти стажировки и повысить уровень зданий в интересующей вас сфере знаний. Значит, это так называемые программы Центра дополнительного профессионального образования, гранд-технологического института, и практически каждый специалист может там для себя найти интересующую программу, вполне ее изучить, изучить об этом. Регулярно проводятся у нас лекции, мастер-классы приглашенных, известных ученых, практикующих специалистов, различные творческие проекты, конференции, то есть научная жизнь, творческая жизнь у нас очень хорошо развита и продолжает развиваться. И самое главное, магистры в течение всего периода обучения собственного научно-исследовательского работы, в течение всех двух лет, в течение двух года, и два года, под началом судьбоноучного родителям, можете вести собственную научно-исследовательскую работу, писать отчеты по научно-исследовательской работе и развиваться не просто уже как простой обычный студент, да, бакалавр, получающий большую профессию с вами, но и как человек, ведущий собственную научную работу. Это позволяет вам развиваться лучше, то есть самостоятельное развитие в отношении вас будет более интенсивным темпом и рост вечности, то есть какие-то научные люди у вас гораздо выше, чем любой другой обычной магистратуре. Значит, на базе департамента ветеринарной медицины, аграрно-технологического института, действует признанная научная школа по ветеринарно-санитарной экспертизе, такие ведущие ученые в этой области, как Митиченко Владимир Ефимович, Серегин и другие. У нас прочные международные связи с другими вузами, с вузами в нашей стране, с вузами за рубежом, поэтому распространено и звание на руководство магистрами, и различные стажировки на крупнейших международных предприятиях в Италии, сотрудничаем с предприятиями в Италии, в АСТ, и другие. Так что, но при желании, так сказать, этот список не ограничивается тем, что увидится на стране, да, он может быть подширен в том, что есть в данных необходимости. Профессорско-преподавательский состав у нас очень серьезный. Значит, на базе департамента ветеринарной медицины ведущие специалисты во всех властях работают. И доктора наук, и кандидаты наук, методики образования современные. К общеобразовательным процессам привлекаются специалисты практики с различных мясопередобатующих и предприятий. В этом отношении мы не уступаем об чем-то маркетажей предприятий. Подготовка ведется у нас на русском языке. Цели нашего обучения – это подготовка высококонфицированных, пентоспособных, инновационно ориентированных магистров в области ветеринарно-санитарной экспертизы. И в течение двух лет обучения в магистратуре вы будете продолжать развивать те знания, которые получили на уровне микробиака. Вы будете углублять свои знания, вы будете ребенок подходить к процессу освоения ветеринарно-санитарной экспертизы и связанной с ней работой. Потому что область работы ветеринарно-санитарной экспертизы, она довольно широкая. Так, основные дисциплины, которые у нас попадаются – это ветеринарно-санитарная экспертиза и геологическая безопасность пешеходов с геопродукцией, государственный обзор на подмежностных объектах, организация государственного ветеринарного надзора в области экспорта, ветеринарно-санитарей предприятиях, патологическая диагностика заразных болезней, контроль безопасности пещевых продуктов, информатические регулирования и многие другие интересные дисциплины, как и весь план вычислили, но основные, которые более интересные, вы видите у себя. Именно эти дисциплины позволят вам в дальнейшем расширяться, расширять свой кругозор и сферу своей профессиональной деятельности в области ветеринарии, я подчеркиваю, не просто лица на спорте, но и у нас один из стандартов. Теперь, что будет у нас указано в дипломах образования? Там будет указано, что вы получаете из дипломагистра, что вам на своем программе есть направление подготовки 36.4.0.1. В ангеле, то есть у нас будет указан профиль нашей магистратуры в дипломагистра безопасности, качестве санитарной экспертизы, и у нас в качестве одного из преимуществ обучения на базе нашего департамента, профессии, если мы считаем, национальной учения, в учении, мы можем сказать, что большое научное партнерство осуществляется у нами совместно с ведущими грузами и с ведущими научно-исследовательскими институтами и с ведущими предприятиями, крупнейшие предприятия в области производственной промышленности и ветеринарно-санитарной инспекции и научно-исследовательских трам presente. Сюда относятся, к сожалению, не отразили значки Всероссийские научно-исследовательские инспекции промышленности и Карбатова, Всероссийские научно-исследовательские технологические инспекции бытов на с 미래� state, Центр качественной структурализации «Лекарственные исследования», Центральная научно-техническая семинарная лаборатория, Федеральный центр охраны и здоровья, и многие другие научные исследования. На базе крупнейших научно-технических центров организованы базовые кафедры, которые позволяют проводить занятия совместно с ведущими мировыми учеными, которые занимаются наиболее живопрепещущими вопросами в области экспертизы, института, болезни у животных, гностики, практики. Это базовые кафедры лучших, можно сказать, российских научно-технических институтов. И, конечно же, крупнейшее государственное учреждение, помимо научно-исследовательских, это комитет ветеринарии города Москвы, где проходит большое количество наших студентов в своей практике на базах обратных рынков. И Останкинский, Таганский мясокомбинаты и другие интересные предприятия. Где же вы сможете работать после окончания вот этой вот магистратуры, посвященной ветеринарной санитарной санитарной санитарной? В большом количестве предприятий. В большом количестве. Значит, здесь сюда относятся и государственные управленческие структуры в области ветеринарии, и иностранные, и отечественные предприятия пищевой промышленности, которые являются в том числе и предприятиями по производству кормов для живого, торговой структуры. У нас предприятия очень интересного предприятия как кормов для живого. И это очень огромная область с огромными оборотами. Экономически сейчас подставляющиеся серьезный интерес для государства, для предприятия. И эти производители кормов, так как сельское хозяйство у нас узнали, что происходит, и потребность корма возросла, и, соответственно, возрастает потребность в оценке этих кормов, в доброкачественности и безопасности. Ну и, конечно же, какие еще организации нуждаются в Вецанэксперте? Агропромышленный холдинг, таможенные структуры. Наши Вецанэксперты работают инспекторами в аэропортах, в морских портах, в речных портах. Значит, большое количество аккредитованных и производственных лабораторий нуждаются в специалистах, имеющих инспекцию магистров Вецанэкспертизы. И магистры Вецанэкспертизы занимают там руководящие должности, должность заведующего лаборатории. Понимаете? Это очень востребованная сейчас специальность стала в нашей стране. Станции по борьбе с болезнями животных, безусловно, нуждаются также в магистрах, значит, с квалификацией Вецанэкспертизы. Предприятия и лаборатории по производству геопрепаратов, научно-производственное объединение, научно-исследовательские сети. Вот большой объем, представляете себе, сфера какая Вецанэкспертизы, где он может приложить свои усилия. Это и производство кормов, и производство животноводческой продукции, и производство лекарственных средств. Вецанэкспертизы тоже могут работать в этих лабораториях. И в лабораториях, которые проводят оценку всей этой продукции, тоже вецанэкспертизы. Значит, государственный ветеринарный инспектор тоже требуется вецанэкспертизы. И, конечно, ученые нужны, значит, научно-производственные объединения, научно-исследовательские институты и другие. Все они нуждаются, так сказать, в специалистах ветеринарно-санитарной экспертизы. Департамент ветеринарной медицины имеет прямые связи. То есть это наш департамент, тот департамент, в котором вы будете учиться. Этот департамент имеет прямые связи с работодателями. Имеет практики, которые проводятся на потенциальных рабочих местах. Студенты посещают выставки, конференции, на которых осуществляется и непосредственное общение с работодателями. Какие же должности, какой круг должностей может занимать выпускник наш? А наш выпускник может занимать широчайший круг должностей. То есть мы готовим специалистов с широким кругозором и профессионально пригодных практически во всех сферах их деятельности. То есть сюда относятся и ветеринарно-санитарный эксперт, и ветсан-врач, и ведущий специалист отдела контроля качества и безопасности товаров. И различные сотрудники, менеджеры по качеству, ветеринарный врач-коксиколог, бактериолог ветеринарной лаборатории. То есть наши специалисты востребованы на этих предприятиях не только как ветсан-эксперт, но и в других должностях. В должностях, которые требуют высокой квалификации, высокой подготовки. Как врач-бактериолог, как врач-вецан-эксперт, врач-коксиколог и так далее. Конечно, все вопросы, связанные со специалистами, которые отвечают за качество выпускаемых продуктов и сертификации. Конечно, эти вопросы не отходятся без внимания ветеринарно-санитарного эксперта нашего выпускника. Поэтому круг должностей, он даже не ограничен тем, что представлен здесь у нас в экране. И самое главное, что хотелось бы вам сказать, после окончания магистратуры, дорогие друзья, вы сможете продолжить обучение дальше у нас здесь. На следующем уровне вы можете пойти в аспирантуру. И вы знаете, что после аспирантуры вы станете кандидатами наук, станете настоящими учеными, преподавателями, элитой, можно сказать, нашего государства, любого общества. Это ученый, кандидат наук. И в дальнейшем развивать свою карьеру уже в этом направлении. Теперь поговорим о том, какие документы и какие сроки необходимо вам будет предоставить для поступления к нам. Самое главное, что мы должны с вами знать, то, что начало приема документов на бюджет – это 18 июня. С 18 июня вы уже можете подавать документы для поступления к нам в аспирантуру. В нашем ВУЗе начнется прием документов с 18 июня. Также на очную аспирантуру, на платные места прием документов откроется 18 июня. Если вы желаете учиться на очно-заочной форме обучения или, проще говоря, на вечерней форме обучения, то в этом случае вы можете подавать документы уже с 1 июня. И окончание приема документов, соответственно, для бюджета очной формы – это 22 июля. Для платных мест очной формы – это 24 августа и может быть продлено до 21 сентября. Поэтому две даты вы увидите. То есть есть возможность того, что сроки будут продлены при необходимости. То есть на контракт мы набираем окончание приема документов 24 августа, но может быть продлено и до 21 сентября. Вы можете это все изучить и посмотреть у нас на сайте в разделе «Приемная комиссия магистратуры». И окончание приема документов на платные места на очно-заочную форму обучения. А очно-заочная форма обучения у нас вся платная, там на ней нету бюджетных мест – 21 сентября. И, соответственно, вступительные испытания тоже у нас всегда у вас под рукой. Эти даты находятся в разделе «Приемная комиссия магистратуры». Вы можете там обратиться в соответствующий раздел и уточнить, если вы вдруг забудете. Но сегодня я вам опять скажу все равно, что начало вступительных испытаний у нас на бюджетную форму 23 июля. Начало вступительных испытаний, окончание – 30 июля. Более подробно, значит, даты проведения вступительных испытаний мы вам расскажем и осветим на сайте уже в РУДН. Немножко пополню. Теперь прием документов в магистратуру и процедура зачисления. Какая у нас? На бюджет до 3 августа должны крайние сроки предоставления оригиналов документов, да, это если в рамках целевой квоты, и в рамках контрольных цифр до 5 августа. И, соответственно, для контрактной формы обучения, для очной и очно-заочной формы обучения – это 30 августа и 29 сентября. Как вы видите, вот в платные места, здесь колонка «Очная форма обучения» есть, и в этой колонке каждый раз две даты. Значит, это первая дата, которая наверху, это 30 августа, вторая дата – это 29 сентября, там или 30 сентября. Это значит, что эти сроки могут быть помнены, и при необходимости, значит, приказом соответствующим эти сроки помневаются. Так что вы можете ориентироваться и на это. И, конечно же, начало учебного года для тех, кто поступил на очную форму обучения 1 сентября, и для тех, кто поступает на очную-заочную форму обучения, у них начинается 1 октября обучение. Так, со сроками мы поговорили, рассказали. И теперь давайте поговорим о тех документах, которые вам необходимо предоставить для поступления. Необходим копию удостоверения личности, паспорт или копию удостоверения личности предоставим, оригинал или копию документа о высшем образовании, подтверждающей квалификацию бакалавра, и 4 фотографии 3х4. Заверять копии документов не требуется. Более подробно о том, как это можно сделать, вы можете уточнить в приемной комиссии, как это все подается, можно инвестрационно, по почте, еще как-то. Это все вы можете уточнить у сотрудников приемной комиссии, они более подробно эти сведения вам расскажут. Дальше. Учебительные испытания. При поступлении в магистрату по направлению подготовки ветеринарно-санитарной экспертизы вам придется сдавать междисциплинарный экзамен в форме компьютерного теста. Этот компьютерный тест будет основан на тех базовых знаниях, которые вы получили при обучении в бакалавриате по направлению подготовки ветеринарной экспертизы, и которые вы хотите развивать дальше. Значит, базовые вот эти знания – это основа для того, чтобы вы могли хорошо и успешно сдать экзамен в магистратуру. Программа вступительных испытаний формируется на основе федерального государственного образовательного стандарта 36.03.01 ветеринарно-санитарной экспертизы. И проходит в форме дистанционной, в форме тестирования, как я вам рассказал. Всего будет у нас подготовлено 50 тестов, по 2 балла каждый вопрос, и вы должны будете выбрать правильное. Так. Что нужно показать вам, на что направлены тестовые задания? То есть на что направлен сам экзамен, для чего он устраивается? Вы должны показать владение теоретическими основами ветеринарно-санитарной экспертизы, патологической анатомии, морфологии животных, микробиологии, эпизотологии, паразитологии, ветеринарной санитарии и токсикологии. Так. То есть вы должны знать вопросы, связанные с этим. Следующий – это умение применять методологию ветеринарно-санитарной экспертизы, продукции животного и растительного происхождения и санитарной оценки, предупреждение о заражении людей через продукцию убоя и предотвращение распространения инфекционных и инвазионных болезней среди здоровых животных. И, соответственно, следующий блок – это предупреждать возникновение рисков, связанных с биологической безопасностью. Прием ведется у нас, соответственно, еще раз вам напомню, что у нас есть дневная форма обучения. На дневной форме обучения вы можете выбрать себе бюджетную форму или поступить на платное место и учиться по форме с оплатой обучения. И у нас есть очно-заочная или вечерняя форма обучения, только платные места на ней присутствуют. Мешанных мест на вечерней форме обучения у нас нет. Вы будете зачислены по результатам испытаний на основе конкурса. У кого выше балл, соответственно, тот и пройдет. И уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по стабальной шкале, по следующим переводам в стабальную систему. Программу «Наши вступительные испытания» вы можете найти на сайте РДН, если вам это интересно. И на этом я благодарю вас за внимание. Желаю вам поступить в нашу магистратуру по направлению подготовки ветеринарно-санитарной экспертизы, а может быть в дальнейшем и в аспирантуру. Уже хотел сразу с аспирантуру я начать. Мы вас очень ждем в качестве наших студентов здесь. И желаем вам успехов в вступительных испытаниях. И теперь давайте я отвечу на те вопросы, которые вы успели мне задать в чате. Итак, подскажите, пожалуйста, количество бюджетных мест. У нас в этом году будет 19 бюджетных мест, так что, в принципе, на всех мест должно хватить. Стоимость обучения. На точной форме обучения стоимость обучения будет стоить 284 тысячи рублей. И точную цифру, значит, с копейками я вам не скажу, конечно, но 284 тысячи будет стоить. Это в тысячах рублях. Вечерняя форма обучения, очень заочная, будет стоить 99 тысяч рублей. И, значит, в Российском университете двух народов предусмотрены скидки. Там есть у нас на сайте вкладка в этом разделе, в которой описывали, какие скидки у нас имеются, сколько там надо заплатить за первый и второй год обучения, для того, чтобы получить скидки. Вот, но подробности все уже смотрите на сайте. Так, теперь имеют ли магистры возможность, обучаясь в научном отделении, работать? Конечно, такая возможность есть. У нас расписание ориентировано на то, что в первую половину дня она свободная, и магистры могут работать, а вторая половина дня посвящена уже учебному процессу. Поэтому, безусловно, вы совмещать сможете. И программа так рассчитана на то, что вы сможете работать уже по профессии, становиться специалистами на практике, только в рамках обучения, но уже и на практике. Многие магистры уже учащиеся в магистратуре у нас, имеют такой опыт, что они и работают, и учатся. У них прекрасно получается совмещать. Никто не прогуливает, не опаздывает, все получается. Так, что еще? Вопросы какие-то есть? Вроде бы вопросов больше нету, насколько я понимаю. Контактные данные вы видели в начале нашей презентации, я вам все рассказал. Так что, в принципе, вы всегда можете обратиться сюда, позвонить в наш институт, связаться с нашими ответственными сотрудниками и узнать интересующие ваши вопросы. А на этом, если у вас больше вроде бы вопросов нету никаких, разрешите вас поблагодарить еще раз за внимание, желать успехов и попрощаться с вами, уже встретиться с вами в наступительных испытаниях. И 1 сентября убедить вас воочию в нашем институте. Продолжение следует...